Добрый вечер! Я надеюсь, сейчас люди подтянутся. У нас с вами ещё один внеплановый урок, к сожалению, связанный с тяжёлой ситуацией на юге нашей страны. И мне бы хотелось сделать этот урок в поддержку... Привет! Привет, шалом! В поддержку народа Израиля. Я надеюсь, что наш урок не будет прерван сиренами. Если я вдруг убегу, вы будете знать, что эта очередная ракета летит в наше направление. Будем молиться, чтобы она была сбита нашим куполом. Только скажите, пожалуйста, что меня хорошо слышно, и мы с вами начнём. Слышно меня? Скажите. Двора, Влад. Как вы меня слышите? Напишите, пожалуйста, одно сообщение, что меня слышно, и мы с вами начинаем. Я не вижу сообщение, но я надеюсь, что вы меня слышите. Может быть, у меня проблемы со связью. Хотела бы начать наше занятие с молитвой, с составленной Одинштайн-Зальц. Спасибо организаторам на экране. Выставили её тоже на общую страницу, чтобы вы могли иметь возможность вместе с нами молиться за наш еврейский народ. Хотела бы её прочитать вместе с вами и посвятить это изучение Тора в такое позднее время, чтобы Всевышний услышал нашу молитву, кто увидел наше желание приблизиться к нему и послал нам скорее в мир надолго. Отец наш милосердный, жался над народом твоим Израилем. Спаси его от гибели, охраня от беды, отведи от него угрозу. Излей свой свет и разбитые сердца сироток, до отцов и матерей, потерявших своих детей. Исцели всех раненых, даруй силу, мужество и надежду твоему народу и твоей стране. Соверши справедливый суд, покарай убийц и их покровителей, накажи ненавистников и гонителей Израиля во всём мире. Пусть все увидят Твоё возмездие за пролитую еврейскую кровь. Даруй народам разум, чтобы вековая ненависть к народу Израиля покинула их сердца. Умудри верующих в лжи и заветом. Наветом направь род человеческих к справедливости и правосудию, к созиданию и помощи ближним. Пошли избавление от Бога, Свет и радость. Амин. За последние 40 часов по Израилю было выпущено около 400 ракет. Последние полчаса аж дот, аж келон, и мы, соответственно, страдаем от постоянных сирен. И очень бы хотелось, чтобы это всё прекратилось. Но мы не отступили, а мы победили. Скорее вернули нам наши земли, принадлежащие нам по закону. А мы с вами продолжаем изучение недельной главы. Сегодня будет первая часть, завтра вторая с Божьей помощью. Но вопросы, которые мы будем затрагивать, они совершенно разные. Сегодня бы я хотела с вами поговорить про сдом и сдомское поведение. Вы до сих пор мне сказали, слышно ли меня? Окей. Всё, вижу. Даруха Шэм. У нас есть невероятное правило в Талмуде. Это самое любимое выражение моего мужа, которое говорит «Зе нейна везе лёха сэра». Как оно переводится? Что этот наслаждается и кайфует, а второму от этого нет никакого вреда. Часто в нашей жизни бывают ситуации, когда мы нуждаемся в помощи другого человека, но от него это не требует никаких затрат. Например, у нас с соседями есть общий коридор, и я хочу там поставить свои вещи. Моим соседям они мешать не будут, но соседи не хотят этим местом делиться. Могу ли я их заставить по Торе уступить мне и сделать хорошее дело? Или, например, мы новая семья в этом доме, и мы ещё ни разу в Сукот не были в Израиле. И когда мы начали искать место для нашей новой Суки, оказалось, что все места уже заняты. И была одна семья, которая на Сукот не оставалась здесь. И мы у неё попросили воспользоваться их местом, поставить там нашу Суку. Они, слава Богу, согласились. Но если бы они не согласились, просто потому что нет, не хотим, о чём мы должны, мы ничего не должны, может ли Тора их заставить сделать другому евреям хорошо? Или каждый ответственен за свои поступки и вправе решать, когда открыть своё сердце для помощи, а когда нет. Или вот недавно тоже у нас была ситуация, когда всем семьям давали талоны на покупку детской одежды. И такой талон тоже получила семья, у которой нет детей. И когда у неё попросили, а можете ли вы нам дать эти талоны, семья, у которой есть дети, они сказали, нет, не дадим. А что я должен давать? Ну, у вас есть один, вам хватит. Я уверена, что у каждого из вас есть такие истории, когда вы чувствовали, что ну что, ему сложно мне помочь? Почему он не делает? От него же это не требует никаких денежных затрат, это всё бесплатно, а он просто из своего другого побуждения не хочет мне помочь. Может ли Тора заставить такого человека открыть своё сердце и согласиться на помощь ближнему? Это главный вопрос, который мы с вами сегодня хотим разобрать. Вы недавно закончили изучение в рогшем книге про Кеавод с Равыцком Бердусевичем и уверена, что вы помните одну главу, которая говорила «Моё, моё, твоё, твоё». Помните? Вот когда человек говорит «Моё, моё» и «Твоё, моё» это по-любому грех. Мы все знаем, что этот человек, он очень злой. Но есть такие люди, социопаты, не знаю, как их назвать, которые утверждают, что «Моё, моё, твоё, твоё, давай не будем соприкасаться, у каждого своя жизнь». Можно ли его заставить, попросить или как-то убедить в том, что, может быть, его тоже станет чуть-чуть моим, чтобы он стал добрее? Или у каждого свой выбор? Итак, в нашей Индейной Говоре мы с вами говорим про Сдом. И это второй раз в жизни, когда Всевышний решил стереть с лица земли творение своих рук. И самый глобальный вопрос, который мы задаём, что же такого случилось в Сдоме, что Шим решил уничтожить эти города. Причём мы с вами знаем, что это было пять городов. Сдом, Амора и ещё три города, которые были меньше, к сожалению, даже я не помню их названия, но они у нас написаны. Если кому-то будет интересно, я обязательно напишу в комментариях. Итак, что было в Сдоме, как вели себя эти люди, что Всевышний решил не давать им возможности справиться, а тут же решил стереть их с лица земли. Мы с вами немножечко затрагиваем историю, которая была до этого. И мы знаем, что Авраам сделал обрезание, он сидел и всё равно ждал гостей. И вот к нему пришли три ангела. Когда он не знал, что это ангелы, он думал, что это обычные люди. И они ему сообщили три новости. Одна из этих новостей была, что они идут в Сдом. Для чего? Для того, чтобы спасти своего племянника Лота. От чего? От того, что Всевышний решил, что эти города будут разрушены. И Аш-Абраам тогда начинает просить у Всевышнего, чтобы он смилостивился и убрал своё наказание, но Всевышний не соглашается. Мы об этом с вами поговорим немножечко позже. Про жителей из дома. Извините, я не могу успокоиться. Сердце бьётся от всего, что вокруг происходит. Большое напряжение. Надеюсь, вы не слышите это по моему голосу. Итак, Тора, к сожалению или к счастью, не рассказывает нам, какие грехи делали эти люди. Она только в очень красках больших рассказывает нам, какие они получили наказание за всё то, что они делают. Но мы с вами умеем читать между строк. И у нас, слава Богу, есть мудрецы, которые помогают нам понять то, что Тора нам не досказала. Поэтому мы сегодня воспользуемся мудростью наших мудрецов и пытаемся понять, что же там такое было. Итак, про жителей из дома. У нас в Торе написано, что они были Раим. Ве Хатаим Ла Шем Ме От. Они были Раим от слова Ра. Злые. Хатаим от слова Грех. Грешное для Всевышнего очень. И отсюда наши мудрецы учат, что первый раз, когда мы встречаем слово Ра, зло, было, когда Йосиф был в Египте, и к нему жена Патифара начала приставать. И он сказал, что это зло переходить границу дозволенного в прелюбодействии. Отсюда наши мудрецы учат, что когда все вышли здесь говорить про жителей из дома, что они были злые, имеется в виду всё, что связано с телом. Они переходили все законы, которые только могли прийти. Всё, что связано с нашим телом. Дальше Хатаим. Хатаим, второе у нас сказано, что такое хэт, что такое грех. Человек, который не возвращает деньги, взятые в долг, делает большой хэт грех. Отсюда мы знаем, что жители из дома тоже делали большие грехи, связанные с диннингами, с бизнесом. Ла Ашем. Это значит, что они клялись именем Всевышнего, совершенно не боясь его. И Меот нашему мудреце объясняет, что они занимались убийством. Вот эти вот четыре вещи, которые самые яркие были у жителей из дома. Но приходят наши мудрецы и говорят, вряд ли из этих четырёх вещей был разрушен дом. Это внешняя оболочка, обёртка. Из-за этого не разрушает целый город и не стирает их с лица земли. Было что-то такое, ядро, зерно, от которого всё началось, а остальное уже как слой на слой накапливалось, пока Ашем не сказал, всё, хватит, больше не могу. Что это было? Рави Хискель говорит, что это зерно, самое противное, которое было у жителей из дома, являлось равнодушным, от души к другому человеку. Слепота к страждующему, если мы с вами переведём это дословно. Когда человек падал, когда у него не было денег, когда он нуждался, все люди проходили мимо, у них сердца были закрыты перед теми, кто нуждается. И это первая и главная причина, по мнению наших мудрецов, которая повлияла на то, что эти города были разрушены. С домом на самом деле, все прилежащие города, это была невероятная цепочка городов с очень-очень плодотворной почвой. И потом ещё оказалось, что в недрах этих земель скрыты невероятные золотые запасы. Тогда ещё не было Калифорнии золотой лихорадки, но они уже понимали, к чему это может их привести. К чему? К тому, что сейчас, когда обнаружатся эти залежи, придут другие люди и захотят воспользоваться, и захотят присвоить это себе. И может быть даже, как тогда, извините, как тогда в Калифорнии в 1849 году пришли американцы и начали уничтожать местных жителей и завладеть их имуществом. То же самое могло произойти и в доме. И тогда они приняли на себя в этом городе особенное решение, правило, которое бы предотвратили такое завоевание их городов. Кстати, хочу сказать, что сейчас есть такая возможность, в общем, многие пользуются. Например, молодые ребята, которым не хватает денег на свадьбу, они едут в Лондон или в Нью-Йорк, и они ходят по богатым людям и просят у них деньги на свадьбу, потому что там огромное число богатых евреев. Так вот, есть даже такая профессия, называется драйвера. Эти драйверы, у них есть списки богатых людей, они встречают человека в аэропорту, возят их по всем богачам, зная, когда они находятся дома, по которому адресу они живут и какими словами можно завоевать их доверие и потом делят выручку напополам или на какой-то процент. Так вот, жители с дома очень боялись, что придут сейчас люди и начнут просить у них, а еще хуже, завоюют и вообще выгонят их из этой земли. и поэтому у них было несколько правил. Они прописаны у нас всех в Талмуде. Единственное, я не буду с вами говорить все эти правила, но мне хочется упомянуть несколько, чтобы вы поняли вообще, о чем идет речь. Первое правило, что если человек уже пришел в эти города и он стучит в двери, то этому человеку давали деньги, 100 долларов, 200 долларов, но ни в коем случае не давали ему еду. и этот человек сначала он очень кайфовал от того, что в этом городе, когда бы он ни стучал, ему все дают и большие деньги, он собирал огромный пакет денег. Но к концу второго, третьего дня он начинал чувствовать, что он же падает, с ног у него нету силы, он очень хочет кушать. И он стучал в двери и просил, дайте мне еду, дайте мне кусок хлеба, я вам готов заплатить деньги, которые у меня есть, но только накормите меня. И все люди отказывали. И этот человек падал замертво. И когда это случалось, они все приходили к нему, открывали его пакет, а деньги все были помечены, у каждого был свой герб, который они ставили, печати на денежные купюры, и все деньги к ним возвращались. Второе, например, что мне очень запомнилось, правило, принятое в доме в близлежащих городах, это что ни в коем случае они не дают в своих городах, в своих домах ночлег тем людям, которые пришли к ним за добычей. Что они делали? Они селили этих людей на отшибе города в зданиях, которые находились в аварийном состоянии. И когда эти люди жили там, их было сотни, тысячи иногда, естественно, здание приходило в упадок, оно рушилось, люди умирали, а те, кто выживали, на них подавали в суд и требовали, чтобы они возместили полностью ущерб за то здание, которое было в идеальном состоянии до того, как они туда зашли. Но была ещё одна возможность, когда это не чужие люди заходят в эти города, а свои. Когда такое могло случиться? Когда, например, было какое-то торжество, свадьба или праздник, и тогда жители с дома приглашали своих родственников из друзей из других городов. Ну, тогда они сами приходили, узнавали, какое здесь есть богатство и могли остаться, как они могли противодействовать такому. они заставляли человека, который хозяин этого торжества, если он согласился привезти людей из другого города, снимать с себя верхнюю одежду и выглядеть, как бедняк, у которого никогда не было красивого пальто, гарды, сиротука или пиджака, чтобы он чувствовал себя очень плохо и ущербно на своём празднике. И, соответственно, такое правило всегда исключало возможность попадания в чужих городних гостей на мероприятие. В общем, они сделали всё возможное, чтобы этот город был закрыт остальных, чтобы они обняли своё богатство и никому его не давали. Был, кстати, один случай, когда одному гостю всё-таки получилось присутствовать на их мероприятии. Это был Элиезер, главный, самый любимый раб нашего Абрама. Мы знаем, что в этом городе жил племянник Абрама. И вот по какому-то делу может передать привет, пирожки горячие от Сары или ещё что-то, Элиезер отправился в дом. И он пришёл тогда покушать на какое-то мероприятие. Когда подошли к нему и сказали, кто ты, чужеземец, кто тебя сюда пригласил? Элиезер, недолго думая, сказал, он, он меня пригласил, указав пальцем на того, кто сидел близко. Тут растерялся и понял, что его сейчас непонятно, что будет, и убежал из зала. И тогда Элиезер сказал, извини, я перепутал, он меня пригласил, он, он, он. И так он делал, пока он не остался в зале сам, не перебугал всех, покушал вдовой и вернулся спокойно к своему хозяину Абраму. Но город этот был безумный своими законами любви к богатству и совершенному равнодушию к нуждам других людей. Так продолжалось 52 года. Местная элита кайфовала, они смогли удержать своё богатство очень долгое время, пока не произошло что-то, что привлекло внимание Всевышнего на эти города. И у нас в Торе написано, я выписала этот посуд, чтобы не искать книгу, и сказал Господь, «Вопль Наздома Амору великим стал, и их грех, однако, стал тяжким весьма. Не зайду же и посмотрю, согласна ли воплю её, дошедшая до меня». Странный немножко пасух. Если мы говорим про то, что их грехи стали очень великими, и Всевышний хочет обратить своё внимание на то, что там творится, надо было сказать, что их вопль стал сильным, а написано «Её». Кто же эта великая женщина, и что там произошло, что именно её призыв, её молитва и её крик привлекли внимание Всевышнего, который молчал и терпел это 52 года, и после чьего крик эти города были, к сожалению, или к счастью, уничтожены. Гмара говорит, что идёт здесь рассказ про дочь Лота, которого звали Платит. Был в то время в доме человек чужой, который ходил и собирал деньги, и местные жители сначала понимали, что надо следить, когда он умрёт, и забрать свои купюры у него, но тут они видели, что он живёт у них неделю, живёт у них две недели, у него уже не только сумочка, у него уже чемодан, огромный денег, и тут они поняли, что кто-то его подкармливает. Наняли они частного сыщика, и что они обнаружили, что утром дочь Лота идёт с двумя ведрами колодцу набрать воды, и когда она подходит к колодцу, она ставит своё кромысло на землю, наклоняется к колодцу, чтобы поднять ведро, и в то время человек этот подходит и в ведре его ждёт буханька хлеба, он её быстро убегает, и убегает. Увидев это, они тут же наказали дочку Лота, они её убили безумными тяжёлыми испытаниями, и крик этой дочки донёсся до Всевышнего, и он, наконец, обратил своё внимание на эти города. Хочу отдельное внимание уделить крику женщины и вообще молитвы женщины, насколько это часто у нас повторяется в нашей истории, когда молитва женщины, когда просьба женщины, она настолько слышна, она настолько принимается Всевышним, что мы должны понимать, какая сила находится у нас в руках. Мы с вами помним, недавно у нас была гадовщина смерти нашей праматери Рахель, написано, что её молитва и её плач это именно то, что убережёт наших детей израилевых и то, что приведёт наш шеф и Рахель охраняет нас. Но самый яркий пример вот этому крику была история в Египте, когда мы были в рабстве. И одна жена депрочистивая очень захотела помочь своему мужу, который днём и ночью работал в поле и выгорчёвывал сорняки с большими огромными иголками, которые впивались ему в тело. И тогда эта женщина решила, что она пойдёт вечером помогать своему мужу. И когда увидели это египтяне, они пришли в бешенство, они избили эту женщину, и у неё случился выкидыш. И когда она потеряла своего ребёнка, ни о ком не будет сказано, он упал на землю, им этого не хватило, они взяли этого ребёнка и заковали стену вместе с бетоном, закрепив тем самым камни. И это было невыносимо, невозможно представить. И тогда эта женщина начала безумно кричать ко Всевышнему со всей болью всего еврейского народа. И именно после этого крика, говорят наши мудрецы, Всевышний обратил внимание на страдания нашего народа. Извините, моя картинка застыла. Вы меня слышите? Надеюсь, что да, потому что у меня застывшая картинка висела. И именно после этого крика началось спасение наше изыварство. Кстати, отсюда мудрецы говорят, что идут законы связанные с тем, что мужчине нельзя слушать голос женщины, нельзя слушать как она поет, потому что есть невероятная сила у женского голоса. женщины знаете, что именно наша молитва способна творить чудеса и заставлять Всевышнего делать то, что он даже не хотел делать. Мудрецы хотят остеречь нас, предостеречь нас от того, что случилось там. Ведь в наше поколение в наше время мы все знаем, что мир катится непонятно куда. И каждое поколение думает, что хуже уже не будет, а хуже все больше и больше и больше. то, что произошло в Холокост. Не дай Бог, когда мы надеялись, что эта нация не сможет сделать таких ужасных вещей, то, что происходит сейчас. Привет из Аждода. Я слышу мира Аждодом и ваши соседи. Надеюсь, что у вас спокойно и ничего не помешает нам учить нашу святую Тору. Так вот, наши мудрецы решили уберечь нас от того, чтобы мы даже не приближались к тому поведению, которое было в доме, и поэтому мы возвращаемся с вами к тому, с чего мы начали наш урок. Мудрецы вынесли закон кофим альмедатас дом. Что это значит? Что заставляют нас отодвинуться от издомского поведения. Заставляют нас это сделать. Наши мудрецы сказали, что если есть возможность человеку помочь, а ты не хочешь только из твоего злого сердца, придёшь в суд и тебя заставят это сделать, чтобы ты не делал своё сердце таким злым и чёрстым по отношению к другим, как это было в доме. Чтобы, не дай Бог, наше поколение не стало именно тем поколением, которое Всевышний, не дай Бог, захочет уничтожить в третий раз всю историю создания этого мира. Человека заставляют по Торе делать хорошие поступки. Есть два мудреца, которые говорят одну и ту же вещь, но у них есть одно слово, которое отличается, и отсюда наши мудрецы учат. Я просто не хочу заходить вглубь, потому что понимаю, что 10, полодинства вечера это не совсем время, когда мы можем полностью напрячь свои мозги, но мне хочется донести до вас какую-то основную мою линию. если один человек не хочет делиться, не хочет вести себя хорошо, если, как мы говорили, он социопат, если он не хочет других людей в своей жизни, нам мудрецы говорят, окей, это нормально, ничего страшного, один человек может себя так вести, но если это стало нормальным, если в вашем доме все соседи плохо относятся друг к другу и защищают свою территорию, если в вашей общине каждый думает, как себе схватить порцию седурами места и не думая про другого, вот здесь приходят наши мудрецы и говорят, вот в таком вот положении вещей вы обязаны по Торе заставить себя посмотреть на нужды другого человека. Сейчас. И, естественно, говорят наши мудрецы, мы с вами это знаем, что дойти до какого-то совершенства можно только помогая другому человеку. Отсюда мы тоже знаем, что, например, у нас не принято такое понятие, как «любовь с первого взгляда», потому что не существует любви до того, как ты начинаешь давать другому человеку. Ты можешь, тебе может понравиться его внешность, тебе может понравиться его чувство юмора, тебе он может быть симпатичен, но ни о какой любви не может быть речи, пока ты этому человеку не начнёшь давать и принимать от него любовь взамен. А этого не может случиться до свадьбы. Поэтому принято, что у нас до свадьбы пара должна чувствовать взаимную симпатию, бабочки в животе. Но вот эта вот любовь, осознанное, глубокое чувство, она приходит после свадьбы, когда люди начинают давать друг другу и ценить то, что они получают взамен. Они никогда не учатся понимать, что дома не только они и что завтрак надо готовить не из одного яйца, а думать о том, что твой муж любит ещё три яичка и салатик вместе. Но мы с вами немножечко ушли. Рассказывается, что пришёл один человек к Раби и Раби у него спрашивает, я знаю, что ты был на поминках вот того вот Равина, я не помню его имя, скажи мне, пожалуйста, было ли много человек на его поминках? И Хасид говорит, да, Раби там было очень много человек. И Раби говорит, слава Богу, я так рад. Почему Раби? И сказал он тогда одну вещь. Слышали? Нет? Слышали? Взрывы. За окном взрывы. Аждот, Ашкелон, как вы? Продолжаем усиливать занятия Торой. Ни одна ракета не попадёт на наши земли. С Божьей помощью с нами Всевышний, с нами наша святая армия, чтобы Всевышний дал им только благословение. И не убоимся мы никого, кроме Всевышнего. Продолжаем. И тогда Раби сказал, тот человек, которому на похороны приходят много людей, его Всевышний очень милостиво судит. И это похоже к тому, что вы приходите на как это называется, на паспортный контроль, например, и если с вами на рейсе летит пять человек, то, естественно, вас начинают шмонать по максимуму, потому что пять человек летит, двадцать человек персонала, им надо чем-то заняться, и они начинают вас проверять на всевозможных устройствах. Но если с вами летит шестьсот человек, а рабочего персонала всего десять, то они начинают вас пропускать быстро, 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 чтобы вы все успели к рейсу. То же самое происходит, когда человек проходит на тот мир, и его сопровождает много людей. Это доказывает, что у него были хорошие дела, в этом мире, и его быстро тогда пропускают. В общем, запали эти слова в душу Хасида. Побежал он быстро, и как большой бизнесмен начал думать, как бы так сделать, чтобы провернуть ситуацию, когда я умру, ко мне на похороны придут тоже много человек, и я тогда быстро проскочу субсевышнего. И что он решил? Он пошел в несколько ешив. Это на самом деле история, во многих ешивах есть комната, посвященная этому человеку, и он сказал, я строю у вас невероятную комнату для изучения Торы. Покупаю туда всевозможные книги, но вы, в свою очередь, когда я умираю, приходите ко мне на похороны. Естественно, все люди согласились, кто бы не согласился, мы же не прайера. И на самом деле в ешиве есть очень много книг благодаря этому человеку. Но что произошло? А произошло, что этот человек умер вечером в Йом-Кипуру, когда он находился вместе с Раби. И знаем мы, что вместе с Раби на Йом-Кипуру находилось миллионы людей, ну ладно, не миллионы, тысячи людей, хасидов со всего мира. И похороны были на следующий день после Йом-Кипура. И все эти люди со всех сторон мира пришли к нему на похороны. Он хотел, чтобы к нему пришло вот столько, а пришло вот столько. И Всевышний постоянно нам хочет донести. И в Торе это написано. Мудрецы наши говорят, что когда мы даём дздаху, когда мы даём от себя, мы на самом деле не даём, а получаем больше благословения, чем даём на этой дздахи. Например, в недельной главе Трума, и мы с вами к этому придём, есть невероятная орфографическая ошибка, которая раскрывает нам всю сущность дздахи. Написано в... Как это написано? Векхули Трума. Дословно это переводится очень странно. Возьмите себе приношение для меня. Ну, или приношение для меня дайте мне. Или возьмите себе то, что вы себе даёте. Откуда такая... Сейчас. Я обязательно отвечу на ваши вопросы, не хочу отвлекаться с Божьей помощью. Джамиль. Ля. Секунду. Что мы из этого учим? Что когда мы даём Всевышнему Труму, когда мы даём для Всевышнего что-то, будь это наше время на молитву, будь это наши заповеди, будь это шаббат и готовка и всё остальное, мы больше получаем намного, чем даём. Дальше. Когда к Аврааму пришли и сказали, что дом Всевышний хочет уничтожить, что нормальный человек среднестатистический, давайте скажем так, должен был сказать. Он должен был выдохнуть и сказать, фу, слава Богу, это же был какой-то вирус, они заражали всех вокруг. Это нахальство, это убийство, это прелюбодеяние. Все, кто возвращался из тех городов, они несли эту культуру злодейства в свои города и это был настоящий вирус. Любой праведник, хороший человек, он должен ненавидеть зло, которое творится вокруг него. Но Авраам был не таким. Авраам тут же пренебрёк своей скромностью и своей покорностью перед Всевышним и начал торговаться со Всевышним. Что он сначала сказал? Всевышний, давай, если будет 50 человек, то тогда ты сохранишь с домом. Потом после 50 он сказал 45, потом 40, а потом должно быть 35, 30, 25, правильно? 35, 25, 15 он пропускает. Почему? спрашивают наши мудрецы. И очень красивое, на мой взгляд, логическое объяснение. 51 число он сказал по количеству пяти городов, которые там были. Другими словами, он сказал, есть ли в пяти этих городах Миньян, который постоянно собирается на молитву? Миньян — это 10 человек. Нет, сказал Ашем. Тогда есть ли там 45 человек? С учётом, что, может быть, в этих городах есть по 9 человек, собирающихся на Миньян, и Всевышний дополняет каждое из этих Миньянов для их молитвы? Нет, сказал Всевышний. И тогда Абрам сказал, есть ли 40? Может быть, есть 4 города, в которых есть Миньян, и тогда надо убрать только один город? А может, три города? А может, два? А может, один? И когда он увидел, что даже в одном городе нету собирающихся Миньяна, которые идут путями Всевышнего, он поднял руки. Но когда он торговался со Всевышним, он сказал невероятные слова, на которых я бы с вами хотела остановиться. У нас есть ещё немножко времени, пожалуйста, я надеюсь, что у вас хватит сейчас терпения. Абрам сказал, Ани Афар Ве Эфера. Афар Ве Эфер дословно можно перевести как прах и пыль. Всевышний, я прах и пыль перед тобой. Пожалуйста, спаси эти города, если там есть вот столько, столько и столько праведников. Пыль и прах перед тобой. Абрам настолько унизился, и унизился ради кого? Он унизился ради злодеев, и он знал, кто там живёт, и он пропагандировал совершенно противоположные вещи, и он всё равно стал своей гордостью и своим «я» и «эго», чтобы сохранить хотя бы 10 еврейских жизней. И тогда Всевышний сказал, Твоё действие, Твои слова настолько меня вдохновили, что я хочу сделать так же, как сделал Ты. Все мы берём пример со Всевышнего и хотим угодить Всевышнему. Всевышний в данной истории он захотел угодить и уподобиться Абраму. И как он это сделал? В нашей Торе очень часто, особенно в египетских казнях, встречается такое выражение «меда кенегит меда» — «мера за меру». То же самое сделал наш индей на главе Всевышний. Он сказал, «Так же, как ты превратился в прах и пыль, так же я превращусь в прах и пыль перед еврейским народом». И какие две заповеди у нас есть от Всевышнего, когда он готов пренебречь своим именем. Первое, самое интересное, это сута. Сута, так называют женщину, которая увлечает в том, что она изменила своему мужу. Она долго сидела в телефоне, переписываясь с кем-то в СМСках, в Ватсапе, и когда муж подходил, она тут же прятала телефон. У неё были закрыты блоки на телефонах. Она уходила и долго не возвращалась и не могла объяснить, где она была. Или в самом тяжелом случае приходили, как это называется, свидетели и говорили, что видели, как она уединилась с каким-то мужчином, и никто не знает, что мужчиной. И никто не знает, что они там в закрытом помещении делали. И тогда нам на помощь приходят воды сута. Что это за воды такие? Мы не можем объединить женщину, пока мы не знаем, что она на самом деле согрешила. Но с другой стороны, мы не можем эту женщину подпустить назад к мужу, потому что она своему мужу категорически запрещена, если она пренебрегла пренебрегла такой великой заповедью. И тогда Всевышний говорит, возьмите стакан воды, напишите на бумажке полное моё имя, добавьте в этот стакан пепел от разрушенного храма, обмакните туда бумажку, чтобы все буквы с неё стёрлись, и дайте этой женщине выпить. И мы знаем, что происходило дальше. Если эта женщина на самом деле согрешила, тогда с ней случались невероятные вещи. Она и, между прочим, тот, с кем она согрешила, её тело надувалось, она взрывалась, всё это происходило перед лицом всех собравшихся, которые решили проверить, было это правда или нет. Но если эта женщина не грешила, и это было просто наклёп на вет, то тогда она получала все благословения, которых у неё не было раньше. Если она не беременна, она беременна. Если у неё рожались не очень здоровые дети, у неё рождались самые сильные, если у неё рождались не очень красивые, у неё рождались просто супермодель по-украински, не знаю. Она получала все благословения, которых у неё не было раньше. Кстати, мы с вами недавно говорили про историю, про Хану. Так вот, Хану в своё время тоже дало Всевышнему такое указание, не знаю, как правильно сказать. Он сказал Всевышний, «Дай мне, пожалуйста, детей по-хорошему, иначе я пойду и уединюсь с каким-то человеком». И придут коином люди и скажут, что они видели меня, что я уединилась с ним, и заставят меня выпить воды сота. И тогда я по-любому заставлю тебя дать мне ребёнка. «Сделай это, пожалуйста, так, чтобы я не унижала честь своей семьи». Так Всевышний разрешил, как Авраам стереть своё имя. И второе, мы знаем, что это Эфер, это прах красной коровы. Очень сложный закон, но мы знаем, что для того, чтобы очистить человека, который загрязнился от нечистоты мертвеца, коин, коин должен был сам пойти к этому человеку, для того, чтобы его очистить, он стал сам оскверняться. Принижал своё имя ради человека, который был осквернён. Так Всевышний сказал, что ничего не проходит даром. Каждый раз, когда мы заступаемся за другого еврея, Всевышний потом ломает все правила, и Он заступается за нас так же, как мы заступали за другого еврея. Кстати, насчёт заступаться я вам хочу немножечко отойти. Тоже вижу, у нас есть немножко времени, я успею. невероятный пример того, что происходит в будущем мире, когда наша душа после 120 с Божьей помощью поднимается и проходит через суд. Естественно, нет доказательств, но мне очень понравилась эта версия. Сказал один мудрец, не помню кто, к сожалению, что наша душа приходит туда, садится на удобное кресло и перед ней включает весь фильм от рождения до конца нашей жизни. И душа имеет возможность абстрагироваться, не знать, что это её жизнь, а начать судить за каждый поступок и поступок нас же самих. И если мы в нашей жизни, будучи в нашей мире, привыкли всех и вся судить за всё, что мы видим, он не прав, он сделал, а ты слышала, то тогда наша душа потом сидит в этом кресле тем же самыми словами, мы себя же и гнобим за каждый проступок. Но если мы в этом мире приучим себя, этот мудрец говорит, что это главная задача наша в этом мире научиться судить каждого в хорошую сторону. И если мы это доведём до какого-то дзена, тогда обязательно, когда наша душа будет смотреть фильм нашей судьбы, она будет говорить, да посмотри, Одинка вообще по-другому хотела, да, Одина классная, да, Одина с добрым сердцем, она бы никогда так не поступила. И Всевышний тогда скажет, амен, иди, Одиночка, в рай. И вы все вместе со мной после 120, и с Божьей помощью. Но продолжаем с вами дальше. Есть два вида дающих. Есть люди, которые дают, потому что у них уже всё есть, и на сдачу они решили помочь другому человеку. Ну, ладно, у меня есть уже яхта с моим именем, у меня есть трехэтажная вилла, моя жена одета в шубы и в дорогие украшения, а пусть в Ешиве тоже будет какая-нибудь комната с золотой вывеской, что это я дал на то деньги. А есть второй тип людей. Опять я вижу, что картинка зависла, скажите, скажите, пожалуйста, если вы меня слышите, прошу прощения за интернет, я не знаю, что происходит. по-моему, компьютер тоже чувствует моё напряжение. и как-то что происходит, Так-то И что происходит. Вы меня слышите? Нет? Извините, спасибо, Рома, большое. Я хотела уже включать прямой эфир на телефоне, значит, это у меня компьютер глючит, и вы меня слышите. Ханночка, спасибо. Извините, пожалуйста. Спасибо, мои дорогие друзья. Значит, буду смотреть на свою зависшую картинку, но продолжать с вами общаться. Итак, тоже мы видим с вами, что Авраам, он говорил с самим Всевышним. Но как только он увидел гостей, Авраам... О, спасибо большое, вернулась картинка. Авраам тут же кинулся к этим гостям, пренебрегая тем, что он только что говорил со Всевышним. И после этого мы учим, что гости — это намного важнее, чем присутствие Шхины. Но Авраам же этого не знал. Авраам бросил Всевышнего, подбежал, чтобы исполнить заповедь. И это именно второй тип людей, дающих. Это те люди, у которых нету, но они не могут устоять перед болью другого человека. И если у них нечего дать, они пойдут и возьмут у кого-то. Они сделают всё возможное для того, чтобы этот человек получил своё, излечился, купил себе еду, купил на шаббат еду, купил детям одежду, зимнюю. Это всё, что угодно. Раби Левец Ицхак из Бердичева рассказывает о нём интересную историю, что со всех мест собирались на молитву Нейла, на молитву Ямки-Фура, для того, чтобы побыть вместе с этим праведником. И мы знаем, что есть определённое время, когда эту молитву нам можно молиться. И вот встал Раби Левец Ицхак из Бердичева на Биму и стоит. И не начинает молитву. Все вокруг уже шепчутся и не понимают, почему молитва не начинается. Ведь скоро уже время, когда её нельзя читать. И вдруг он сходит с Биму, подходит к одному человеку и говорит, «Твой хозяин, скажи, он недавно собаку купил?» «Да, купил». «А за сколько?» «За тысячу заубим». Это огромная сумма была на то время. И Раби Левец Ицхак говорит, что где эта собака, что он с ней сделал. Он говорит, да, встал он один раз с плохим настроением, собака на него лаяла, он взял ружьё и убил её. «Фух», — сказал Раби Левец Ицхак, вернулся и начал молитву. И все чувствовали, какая это молитва, наполненная силой, энергией, верой, что всё будет хорошо. И когда после молитвы подошли к нему хасида и спросили, что это было и почему, откуда вся эта история, он сказал, «Я закрыл глаза и увидел, что на еврейском народе есть, как это называется, нависла большая беда». Какая беда. Появился в нашем городе, зашёл в Бердичев бедняк. И он просил еду. И все люди, наши местные евреи, они давали ему мало. И в конце этот бедняк не мог наесться, и он остановился возле одного дома, его трясло, у него хружилась голова, и через секунду он бы уже упал. Как проезжал один нееврей, увидел этого человека, еле стоящего, и сказал тебе, что еда нужна. «Да, вот возьмите 200 за рубим, иди и купи себе столько еды, сколько ты хочешь». И сказал Равлевицк, Всевышнему было сложно на это смотреть, что евреев нету. Они забрали от собственных детей эту крошку хлеба и отдали другому, только чтобы он не умер, и только чтобы поддержать того, кто нуждается в беде. И это всё, чему хочет нас научить эта история с Асдомом, отношений Авраама к этим жителям, которые были совершенно недостойны его и нашего внимания. Всевышний очень хочет, чтобы мы все с вами объединились и научились давать друг другу и понимать, что то, что мы даём, — это на самом деле мизер от того, что мы получим в ответ от самого Всевышнего. И вы же понимаете, что то, что можем дать мы, и то, что даст нам потом Всевышний, — это совершенно разные вещи. Слава Богу, мы провели урок без сирен, и я желаю всем жителям Юга и всего Израиля, чтобы у нас была спокойная ночь. Извините, муж уехал за границу, я одна с тремя детьми, и я понимаю, что когда сирена, не понимать, кого хватать, и как будить, и как выбегать, и что вообще делать, это безумно сложно. А когда их несколько за ночи, ты не спишь ни днём, ни ночью, переживаешь, что сейчас, сейчас, сейчас она будет, и прислушиваешься к каждому сигналу машины, к ветру, дующему за окном, это делает нашу нервную систему очень сложной. Очень, в общем, всё. Я желаю всем мирного неба над головой, чтобы Всевышний видел, как мы стремимся с вами учить Тору, исполнять его заповеди, приближаться к нему. Послал нам мир, послал нам благословение, и послал нам праведного Машеха, чтобы нам не было чего бояться, а только исполнять его заповеди. Я вам желаю всего самого хорошего, спокойной, спокойной ночи. Как сейчас вообще звучит фраза «спокойной ночи»? Её, знаешь, понимать. Очень спокойной ночи всем. Рома, передавай привет Мойшику. Я скучаю. Ханочка, привет. Всем знакомым привет, всем незнакомым. Я очень рада, что начала с вами уже знакомиться. У нас с вами со многими уже связь в WhatsApp, в личных сообщениях. Я всегда рада поддерживать эту связь. Пишите, не стесняйтесь. Ночью у меня будет бессонно, и поэтому, если есть вопросы, я рада буду общения. Пока. А эфир не хочет заканчиваться. Извините. Видно, в ставе компьютера очень глючит. Продолжение следует... Продолжение следует...